Мы не можем с вами не вспомнить самое главное событие декабря, которое сыграет еще большую роль в жизни завода и в жизни города. Это 24 декабря, когда приехал, можно сказать, весь Бомонд и политический, и экономический Свердловской области был губернатор. Я имею в виду открытие проекта «Березовая роща». Ну, можно продолжать строить наши пятиэтажки. И я скажу, что у нас есть еще несколько площадок, в которые мы планируем построить эти дома. Дом, который мы сегодня строим и завершим к концу 2011 года, для молодежи он будет построен. Там будет 70 квартир, и все это хорошо. Делаем все возможное, чтобы все-таки себестоимость одного квадратного метра у нас была минимальная. То, что мы обещали молодежи, мы сделаем. Но вместе с тем мы видим, что жизнь меняется. Хочется более комфортных условий, хочется, чтобы поближе к земле. И вот с целью удовлетворения этого спроса Северский завод вышел с инициативой, что надо все-таки создать условия, чтобы трудящиеся заводы, да и отчасти, можно сказать, и горожане, имели возможность строить себе частный дом. Создали некоммерческое партнерство «Березовая роща». Получили под это партнерство участок земли и, в общем-то, объявили нашим трудящимся о том, что вот есть такая возможность. Для того, чтобы все-таки это было доступным, значит, жилье, которое мы предлагаем строить, и это поддерживается правительством области и губернатором, оно должно быть эконом-класс. Мы думаем, что участниками проекта, в первую очередь, всего будет три очереди. В общей сложности, я предполагаю, что будет примерно 400 домовладений, в первую очередь порядка 120. Они будут, я думаю, что разного класса, будут дома по 156 метров в первой очереди. Во второй очереди, вероятно, мы предусмотрим и одноэтажные дома, меньшей площадью, порядка 100 метров. Может быть, мы в перспективе посмотрим и более комфортные дома, не эконом-класса, если будет у нас спрос у трудящихся завода и города на эти дома. Одним словом, надо создать условия, чтобы это было доступным. А чтобы это было доступно, мы обратились к нашим акционерам с просьбой поддержать это. И надо сказать, что наши акционеры очень конструктивно откликнулись на нашу просьбу. Во-первых, мы организовали с помощью наших акционеров ипотеку. Ипотека под 12%, но с компенсацией части кредитной ставки в районе 5-7%. Я думаю, что это очень серьезная поддержка. Мы взяли на себя все организационные вопросы. Мы вышли с просьбой к правительству области, к губернаторам, чтобы они помогли нам в соответствии с постановлением правительства о поддержке малоэтажного строительства профинансировать вопросы строительства инфраструктуры. Это вода, это канализация, это газ, это электроэнергия, это дороги, это поселковая инфраструктура. В общей сложности нам надо на решение этих вопросов порядка 90 миллионов. Вот то совещание, которое проходило в пятницу, и те события, которые были в процессе этого совещания, они как раз были нацелены на то, чтобы мы получили какую-то конкретную поддержку для решения вот этих конкретных вопросов со стороны и правительства, и губернатора, и наших акционеров. Поэтому мы официально начали строительство, мы заложили фундамент первого дома. Правительство области нас поддержит. Рассчитываем, что средства на строительство инфраструктуры будут выделены. Те условия, которые мы попытались создать, они в первую очередь нацелены на наших кадровых работников, на наших специалистов, и я думаю, что многие из них, многие из них, вот мы первую кампанию по сбору заявлений произвели, многие из них на этих условиях, которые мы предлагаем, способны построить себе новое жилье. Поэтому будем делать все для того, чтобы у нас там стоимость квадратного метра не ушла за 20 тысяч, но рынок, конечно, на месте не стоит, но делать мы будем все возможное, чтобы по-прежнему эти проекты были доступны для наших трудящихся. Ну, вообще, журналисты отметили такую позитивную реакцию губернатора на этот проект, и даже то, что он сказал, что он лично будет контролировать строительство Березовой Рощи, тоже говорит о том, что он высоко оценил сам проект, саму идею этого проекта. Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, вот как 2010 год вам, как руководитель Большого крупного завода, принес как бы удовлетворение, какие-то ожидаемые результаты, и что бы вы хотели пожелать полевчанам и работникам Северского трубного завода? Конечно, я очень удовлетворен работам коллектива Северских трубников. Я очень благодарен и всем руководителям, и всем работникам завода за то, что работа была в текущем году эффективной, за то, что мы практически решили все те вопросы, которые были обозначены. Мы поставили себе серьезные цели, мы поставили себе серьезные задачи, и для того, чтобы их решить, нужна была мобилизованность всех ресурсов, нужна была воля коллектива, нужен был характер, и надо сказать, что коллектив завода все это проявил, ну а в результате это вылилось в те хорошие показатели, которые завод имеет, заканчивая год. Естественно, пользуясь случаем, я бы хотел еще раз всех поблагодарить за такую хорошую работу, пожелать всем хорошего Нового года, хорошего праздника, чтобы дальше мы с вами работали еще лучше, чтобы максимально удовлетворяли свои потребности, чтобы получали более высокую зарплату, а в этом году мы создали условия для того, чтобы ее действительно поднять, и в следующем году зарплата на Северском трубном заводе будет расти в более значительной мере, чем в этом. Всем работникам завода, всем горожанам желаю хорошего настроения, оптимизма, здоровья, благополучия, радостей, уюта и тепла в домах ваших. Будьте здоровы и счастливы. С Новым годом! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА